Доска, два кайта, гидрокостюм. Ребята, сегодня судный день, в котором я должен выйти в море. Я волнуюсь, просто пипец. Мы ждали, пока вот уйдут низкие тучи, и сейчас отправляемся на спот. Посмотрите, где мы будем катать. Волнуюсь, просто пипец. 12.45, 22 градуса, ну и погода вот такая вот, кайтерская. Я очень долго шел к этому моменту. Во-первых, оборудование, учеба. Просто колоссальное количество средств было на это выделено. И все шло лишь только к тому моменту, чтобы выйти на кайты в море. Все остальное вообще не важно. Это мелочи жизни. То есть я сегодня прям сидел дома. Спасибо, кстати, всем, кто поддерживал меня в инфопоясе. Всех наших пляжей она поприсывали видео, где какие шторма, где какая волна. И все, мне Александр, мой учитель, сказал, что все, Юра, пора. Ушли эти самые облака, и нужный ветер уже есть. Там на Катьспоте уже очень много людей. Мне просто было дано задание, что надо покушать. И сейчас вот именно в ту сторону движения. Я не знаю, как вот передать через экран, насколько вот у меня мандраж. Я был спокоен, то есть прям все. Вот сейчас вот непосредственно вот этой поездки, вот эти дожидоги трясутся, Юга, это настолько круто. Вообще, ладно, переносимся туда. Дайте в глаза человека, который, наконец-то, впереди видит море. Это те эмоции, которые никогда больше не повторятся. Когда ты идешь на спот, мне сначала надо прийти, посмотреть силу ветра. И какой там трудец творится. Вы просто посмотрите на это волны, ребятки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И вот они. Ух, 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 рассекающие волны. Моя стихия. Видите, сколько людей гуляет по пляжам еще. Я думаю, они бы все хотели сейчас купаться в море. Готовы, ребята, отправляться. Попробую вам озвучить и передать все свои эмоции, чтобы вам поинтереснее смотреть. В общем, полностью экипирован, готов, взял с собой GoPro. Это была ошибка, ребятки. Я думал, что сразу такой красавчик возьму и поеду. Ветер хороший, на двенашечки тянет. Прям очень даже неплохо. Но море, стихия, волны, шторм. Я хочу повторить для всех тех, кто меня не слышал в этом году. Для тех людей, кто приезжал купаться, его купаться опасно. Но я готовился, друзья, для того, чтобы выйти в такие вот шторма. Это причем не самый сильный, но ребята говорят, что из-за того, что юго-запад поддувал, из-за этого были волны рваные. И вот первый мой заход в море, я падаю через каждую волну. И это просто жесть, конечно. Я первый двагался, который выполнял, убил полностью все свои мышцы, все свои силы, отдал на то, чтобы стараться не упасть. Ну, опыт приобретается, как говорится, только в действии. И вот уже возвращаюсь обратно, более, так сказать, уверенно. Но это, если сравнивать, конечно, с концовкой, когда вы увидите, что получилось, то вообще, как говорится, не катание, а мучение. Но опыт, опыт и еще раз опыт. Хорошо, что я накатывал именно на лимане. Будет небольшой видеосюжет про распаковку кайтов впереди. Кстати, вот летают самолеты у нас, это военный. И я пытаюсь на двенашке совладать со стихией. И если раньше катались водогладкой, и тебе надо было контролировать только кайты, и, в принципе, свое положение пошел и поехал, то здесь ноги должны бегать в разную сторону. Тебя обдает ветром, волнами. И вот пена, это самое такое, наверное, жесткое. Ну, и еще надо правильно заходить на волны. Для тех, кто будет учиться кататься, расскажу вам. Волна состоит из головы и плеч. И вот Олегу спасибо, он мне рассказал о том, что надо проходить непосредственно на плечи. Потому что, если идешь через самую высокую точку, то это более жестко получается. Контроль получился очень хороший. Ветер все еще, видите, поддувает. Получается даже вот так вот подзависать на кайте. Сегодня я вообще не рассчитывал, что у меня получатся какие-либо прыжки. Но я, честно, прыгал. Вы видите, впереди. И вот, представляете, вот с берега съемка. Ты находишься где-то в метрах, наверное, 80 от берега. Там волны начинают еще больше усиливаться. Александр мне сказал, что в следующие разы мы съездим еще дальше. Там волна вообще 3-3,5 метра. У меня что-то и на этих сегодня получилось, так сказать, накататься от души, напрыгаться. Эмоции просто невероятные. Это все то, к чему я шел. И пришел именно к тот момент, когда все начало получаться. Вот здесь посмотрите, как приходится бороться стихия. Более крупные планы. И здесь видно, что волны моментами выше меня даже на заднем плане. То есть выше 2 метров идут. И через них надо перепрыгнуть. Контроль должен быть просто сумасшедший. И я рад, что у меня получалось реализовать все эти действия. Уже, видите, более, так сказать, уверенно. Но все равно еще надо накатывать, накатывать, накатывать. Ребята, которые были на берегу, сказали, что, в принципе, для первого раза это какая-то даже нереальная ситуация. Потому что общался со всеми теми, кто учился. И они говорят, что первые разы это вообще просто жесть. Там волны, кайт в море. У меня ни одного вот тут выпадения кайта не было в море. Только я падал. И сегодня пришли ребята, то есть получили травму, уехали в травмпункт. Это очень опасно. Не надо повторять, если вы не готовились физически, морально. То есть, чтобы совладать с такой стихией. Поэтому лучше берегите себя. Сегодня очень хорошо, что не было тягунов. Хотя небольшой тягун я ощутил, когда пытался достать доску. А доска отплывала в этих волнах, представляете, в море. То есть я кое-как за ней, используя техники, будет рага. Получилось вернуться и забрать доску. То есть тягуны, в принципе, небольшие, но присутствовали. Тягун это обратная волна от берега. Так что берегитесь их. Я в гидрокостюме. Гидрокостюм дает дополнительную, так сказать, защиту, во-первых, от падений. Если вдруг что-то происходит, то защищает вашу кожу. И плюс, если вдруг вы на волнах, то не дает вам утонуть. И это, на самом деле, тоже, как говорится, один из способов спасти себя и защитить. Поэтому был подготовлен на все 100%. Какое море, какие ароматы, друзья. Когда ты падаешь в воду, тебя дает волнами. Вот смотрите, тоже рискованно так кайф опустил пониже, чтобы набрать скорость. Так как она у меня начала пропадать. И вот я сейчас смотрю вместе с вами на эту картинку. Конечно, действие завораживающее. Просто человек, используя ветер, доску борется со стихией. Стихия, которая убивает людей. Убивает причем в больших количествах. Мы, особенно в начале сезона, стали свидетелями. Этому в прошлом году тоже очень много трагедии. А ты должен ее победить. Это невероятное ощущение, конечно же. Но, повторяюсь, это тренировки. Тренировки у меня были с весны. И вот до конца лета, я даже еще в сентябре катался еще на лиманчике. Так что, друзья, если вдруг есть желание, тренируйтесь, прежде чем выйти, чтобы по таким волновам скакать. Друзья, вспоминаю каждое свое поведение. Для меня, на самом деле, вот этот миг катания прошел как секунда. Просто мгновение. И уже все, сил нету, пора выходить. А время сегодня на каталку ушло 4 часа. То есть, 4 часа катания на море. Я вот сижу, озвучиваю этот видеосюжет и понимаю, что силы меня покинули полностью. И хотелось бы, конечно, еще кататься и кататься. Но собираешь свои вещи и уходишь. Но это еще двенашка. Мы сегодня будем еще и на девяточке тестировать. То есть, уже, видите, в конце более уверенно беру любые практически волны. Но все равно некоторые меня сбивают. Потому что неправильно захожу на волну. Поэтому, потом мне подсказали уже, как это надо делать более, так сказать, уверенно. И у меня уже получалось лучше. Ну, а сейчас, так сказать, хотел бы его даже оставить наедине со штормом стихии. Но, к сожалению, видео снималось без микрофона. И ветер очень сильно задувает. Поэтому будем стараться озвучить этот момент до конца. То есть, туда-обратно, между волн. Понимаете, когда уже приходит какая-то уверенность, у тебя есть возможность. Вот так вот прыгать. Представляете, даже не упал. Это первый прыжок. Нет, первый я сделал. Его, к сожалению, на видео нет. Он не записан. И я там лечу, 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 лечу. И думаю, когда же я уже остановлюсь. Вот такой, фух. Сделал элемент. И поехал дальше. С одной ручкой, так сказать, уверенно. Красивая стоечка. И врываемся обратно в стихию. Просто не верится, что удалось совладать, не покорить. Я уверен, что я еще далеко не покорил. Но совладая стихии. Видите, какие волны уже преодолеваются. Это вот все приходит с опытом. То есть, многие начинают понимать, как им себя вести, что делать. И, как говорится, вкупе со всем телом получается делать все именно правильно. Чтобы не падать от малейшего соприкосновения с волной. То есть, оттормаживаемся даже без погружения в воду. Разворот и поехали дальше. Вот так вот, ребята, потихонечку приходит опыт катания на больших волнах. Сегодня волны, кстати, доходили до 3,5 метров. Только я сказал, да, и полетел кубарем. Но это опыт. Каждое падение, которое увеличивает именно твое умение. Понимание, что вот здесь ты ошибся. Значит, надо делать по-другому. Хочу заходить. Вот видите, я захожу прямо по центру волны. Это ошибка. То есть, она меня сбивает. Если бы я слился и зашел чуть-чуть левее именно на плече волны, то все было бы хорошо. Но здесь удалось устоять. И врываемся дальше. Вот на таких близких кадрах вообще видно, насколько бушует море. Насколько бушует шторм. И очень радует то, насколько хорошо получается. А как вам такое прыжок? Та-дах! Правда, здесь не удалось остановиться. Упал. Но от этого прыжочек стал, наверное, только более запоминающимся. Возвращаемся в море на очередной ГАЛС. Опять-таки, видите, неправильный проход волны. И приводит тоже к замедлению, к падению. Но в дальнейшем, посмотрите, уже получалось гораздо лучше. Вот видите, волна идет сзади меня, которая ручилась. Берег она гораздо выше. Если уехать дальше, то, представляете, 3-3,5 метра волны. Для меня пока это прям сложно представить. Все, уставший, выхожу с моря. Начало сильно меня сносить. И решил поменять кайт. Здесь давайте посмотрим распаковочку нового кайта. Как это выглядело. Но посмотрите, насколько счастлив. Как мы вообще этот кайт распаковывали? Дорогие друзья, приветствуем вас в Благовещенской. Это Secret Spot называется. Место, на котором мы занимаемся, тренируемся. Именно кайт-бордингу. Кто-то говорит, кайт-серфингу. Я пока на борде катаюсь, поэтому у меня кайт-бординг. Следующий раз наступление будет как раз-таки кайт-серфинг. Сегодня откатал на 12-м. Сейчас усилился ветер. И как раз-таки есть возможность протестировать первый, так сказать, может, в России Wave Kite от RRD. Итальянская фирма. Да, девяточка. Саня у нас официальный дилер. Представляет фирму RRD. Вот все, как говорят, там санкции, манкции. Ничего у нас не будет. Ребята, вот из Италии. Сейчас мы откроем и посмотрим. Бренд RRD. Модель называется Religion. Девятый размер. Юра уже созрел на маленький кайт. На кайт маленького размера. Кайт был специально куплен для того, чтобы на нем выходить в море. Тот же самый мешочек, который можно использовать в качестве подстилки на автомобильное кресло. Очень удобно. Сделан с непромокаемой тканью. Первая накачка, ребят. То есть это на самом деле интересно увидеть его. Еще раз говорю, это первый в России, в принципе. Ну, по крайней мере, ни одного видео с этим кайтом Religion 9 мы не нашли. То есть, чтобы хоть посмотреть его характеристики. Только итальянские ролики в России снимаются впервые. Вот он центр, да? Ни разу не накачивался. И такая немножечко интересная ситуация. Для меня это... Волнительно, очень волнительно. Всегда, когда новый кайт, как он себя поведет. Сейчас будем смотреть. У него вверх форм, то есть он должен очень хорошо держать именно горизонт. Кайт специально разработан с такими характеристиками, чтобы он не запутывался в волне. То есть он сделан с более прочного материала. Для моря кайты всегда делаются более прочными. Двойная облачковая система растроповки. Это говорит о том, что кайт будет очень шустрый в управлении. Юр, обрати внимание на покрой кайта. То есть он раскроен по диагоналям. Ты видишь, и в трех плоскостях раскроен. Вообще, после двенадцатики, конечно, это игрушечка. Мы впервые привязываем к нему планочку. Ветер чувствуется, как добавляется. Покрой классный. Конечно, очень много работы ушло. Чтобы покроить кайт. Силовые места, мне очень нравится их сделать. Скорость разорота и поднимание. Он очень хорошо растр ослабит. Внимательно, внимательно. Очень шустрый. Первый запуск есть. Это лиман. То есть здесь вот так вот получается подпрыгивать. Гладкая вода. То есть вот такие уже прыжочки получаются. И контроль гораздо более сильнее. Потому что меньше уходит времени на то, чтобы контролировать волк. Это новая моя девятка. Потому что двенадцатики стало много. Но после двенадцатики я вышел из моря. У меня такие мурашки по телу просто пошли. Это фантастик. Совершенно другая каталка. Совершенно другие эмоции. И когда я только поехал, меня как развозило. Но я думаю, в конце подведем итог. Сейчас пробуем девятку. Второй раз запускаюсь на девятке. Она очень быстрая, очень тяговитая. Это RRD тоже называется она. Как она там? Religion Wave Kive. Как раз таки для катания на волнах. Морская тематика. Можете прочитать по нее. И это второй запуск этого кайта. Дай бог, чтобы все прошло хорошо. В общем, ребят. Поехали дальше. Запускаем девяточку. И погнали. То есть здесь я уже получил те именно советы. О том, как проходить волну. Что делать. И вы видите, более, так сказать, уверенно стартанул. И на первой же волне не упал. Ну и плюс опыт катания на двенашке. Немножко, конечно, мне маловато было ветра. На старте мне его хватало. А потом приходилось больше работать кайтом. Но это тоже опыт, который дает возможность, как говорится, делать лучше. Вот первый галс выскочил на берег. Конечно, такой счастливый. Потому что практически не было у меня сопротивления. Он проходил уже очень хорошо. И уверен, даже уже, видите, на одной руке. Блин. Ну, как это смотрится со стороны. Как это вызывает восторг. И сегодня очень много моих подписчиков, к моему высокому удивлению, пришло на спот, чтобы меня поддержать. Посмотреть на мои первые старты. Я вас всех от души, ребят, благодарю. Это было, честно, очень приятно вас всех увидеть. Надеюсь, что оправдался ваше движение и желание. Вы видели, да, как заносит на песочке. Такие вот тормоза получается делать. Ребята, конечно, те, кто катает больше, занимались больше бегаем, прыжками. Кто-то серфил с волн, просто используя небольшие кайты для того, чтобы туда подтянуться. Но моя задача была просто научиться стабильно ехать туда и обратно сегодня. Хотя прыжочки нет-нет, я тоже, как вы видели, совершал. На этом кайте гораздо более он такой, как-то вот видите, прыжок чуть не устоял, упал. Он такой более подвижный. Если двенашку надо разворачивать долго, то здесь малейшее движение планки, и кайт уже летит в нужную тебе сторону. На нем можно очень хорошо крутить кайт-вупы, и он очень хорошо держит горизонт. Когда ты падаешь, отпускаешь в планочку, он трейфит очень хорошо. Видите, как вытягивает, то есть с волны, и уже нет падений, то есть ты уже совладал за стихией. То есть вообще такие эмоции. Я вот сейчас их сам переживаю, озвучиваю это видео до мурашек. Каждое падение, оно уже становится даже в удовольствие, когда тебя несет кайт на управление волна. Какие виды, друзья, какие горизонты у нас с облаками, море слияние. Ах, просто фантастико. Здесь, видите, аккуратненько объезжают девочек, которые вышли под запрет купания в шторм. На самом деле для всех такой сюрреализм. Ходят, кричат о том, что вы ходите из моря, не купайтесь, а мужики тут заходят в воду и катаются, еще при этом уезжая очень-очень далеко. Еще раз говорю, ребята, это спецподготовка. То есть тому, чтобы выживать в волнах. То есть я знаю, что делать, если вдруг я упаду, не смогу встать, не начнет там волны прибивать. Все. Уже, как говорится, отработаны моменты. То есть как, допустим, возвращаться за доской. Я вам ранее рассказывал, что тягуном утаскивало. То есть все опыт, опыт, опыт и опыт. И вы видите, насколько уже уверенно иду по волнам. Я сам смотрю ее в восторге просто от того, что происходит. Конечно же, до катания тех ребят, которые на всех досках там гоняли и скатывались в волны, это еще далеко. Но я насколько в восторге от своих успехов, что у меня даже нет слов. Потому что, выходя из воды в первый раз, я уже был практически бесил. Немножко чая, кофе, стаканчик. И новый кайк, и погнали. Это восхитительно. Кайк, кстати, показал себя с очень хорошей стороны. Единственное, что ветер начал скисать, и мне его становилось мало. Приходилось, ну, как я сказал вначале, больше работать, махать. Но от этого становилось только интереснее, потому что больше контроля. Люди, конечно же, с берега и в воде прям были удивлены, как мимо них пролетают такие вот спортсмены. Можно себя так уже назвать, потому что это действительно вид спорта, для которого надо огромное количество сил усилий. Приехав домой, я пошел на турничок, подтянулся еще раз, наверное, 7-8. Я прям был удивлен, что силы в руках остались. И только после этого уже зашел домой для монтажа. Видел сюжет. Видите, как он тянет? Маленький, вроде девяточка, но перепрыгиваешь через волны. Ну, надо учиться контролировать, надо учиться, так сказать, добавлять тяги вверх. Ну, и, конечно же, куда без природы. Посмотрите, какие они прекрасны, наши птички, чайчики. Хочу констатировать факт, что, ребят, я очень доволен, безумно доволен тому, что все получилось. Спасибо еще раз всем за поддержку. Жду вас в комментариях. Пишите, как вам мои эмоции. Вообще, стоит ли про кайтинг дальше что-то снимать, рассказывать. Или забьем на эту тему, остановимся на том, что я показал.